Рыбаков очень было много на той стороне. На этой стороне рыбаков не было. Анатолий рыбачит здесь довольно часто. Ловит сазанов и отпускает их в соседний пруд, чтобы размножались. Сегодня он, как и обычно, пришел на водоем и увидел страшную картину. Настоящее рыбное кладбище. В окол 11 я подъехал на этот водоем. Рыба была уже дохлая. Рыбы было очень много. На каждом квадратном метре лежало не менее 10-15 штук. Рыба всевозможная, всякая. И карась, и сазан. Дохлыми рыбами усеян только один берег водоема. На противоположном их почти нет. Возможно, поэтому там продолжают рыбачить. Можно ради удовольствия порыбачить? И коту, и покрупнее на жаренку. Просто пожарить ее с зеленью, никакого запаха даже нет. И вкус нормальный. В рыбнадзоре сегодня сообщили, что ловить рыбу в этом водоеме категорически запрещено. Это технологическая емкость челны водоканала, который, в свою очередь, массовый мор рыбы отрицает. Начальник смены прошелся вокруг всей этой емкости и на берегу, говорит, нашел одну рыбку там, где-то лежало. Все. Больше, говорит, там рыбы нет. Может, вам не то информацию дали в какой-то другом озере, где-то они там нашли. Однако своим глазам рыбаки все же верят и выдвигают свои версии произошедшего. Какой-то выброс был, чем-то траванули. Что-то такое, значит, раз это прудотстойник, то действительно тут может какой-то химикат выбросили. Отчего погибла рыба, станет ясно только после исследования воды. Анализы должен провести челны водоканал. Юлия Шабанова, Екатерина Привалова, телеканал Эфир.